Всем привет! Кризис вынудил меня пересесть из ламба в бэху. Это больно и некомфортно, но что поделать? Если серьезно и применить на крейду, то на днях я переделал свой крутейший одноключный анкил с машаледом на самый массовый и тривиальный анкил Бэт Итер. Зачем, спросите вы? Для того, чтобы ускорить заливщика на арене. Стоило оно того? Нет. Иногда мне становится скучно, но вы поняли. Перейдем непосредственно к составу. В данном анкиле используется ниндзя, два людоеда, ловец и мученица. Ниндзя крайне желателен допход, а мучки сет яда. Ну и всем по максимуму отсыпьте ВДМов и кэша с КУ. Итак, начнем с MVP этого состава. Ниндзя, допход, 221 скорость, соточка кэша, максимум КУ и постарайтесь дать побольше атаки. Видите, у меня не нашлось в этом сете нормального пуза на атаку. ВДМ обязателен. Таланты можете копировать. Людоед быстрый, ВДМ, 3 сеты скорости, 278 скорости, максимум кэша, максимум КУ, максимум атаки. Медленный людоед на ваших экранах, 248 скорости, максимум кэша, максимум КУ, максимум атаки, ВДМ не обсуждается. Ловец. 254 скорости, все банально, максимум кэша, максимум КУ, максимум атаки, ВДМ. Таланты можете скопировать. И мучка. Таланты обязателен ВДМ, книжки обязательные и желателен скрайне сет яда. У меня с ним проблемы, очень мало кэша КУ, это основная проблема. А так, конечно, старайтесь давать ей по максимуму урона. Итак, переходим на 6 КБ, ультра адского и вот на ваших экранах пресеты. Анкил называется Ninja Eater. Итак, ниндзя без пресетов стартует. Людоед. Медленный на ваших экранах пресет. Все очень просто. Анкил работает на авто. Быстрый людоед без пресетов, ловец без пресетов и пресеты мучки на ваших экранах. Вот мой предыдущий анкил, который был Ламбо, с Машалидом, его нужно было запускать ручками. Этот анкил абсолютно. Вот мы уже начинаем автобой и погнали. Здесь можете посмотреть, убедиться, что все четко и правильно работает и никаких проблем не возникает. Продолжение следует... Схватка близится к завершению и мы видим, что впритык, впритык просто мы идем. Есть опасность, что мы не сможем набить на топовый сундук ключа. Тревожно, напряженно. Но мы знаем, в какую сторону копать. Во-первых, мучка. Слабый сет яда. Нужен более крутой сет яда с большим количеством кэша и кэу. Ну и, конечно же, всем героям, в том числе людоедам, дать больше крит урона. Вот вы видите результаты. Мы набили на топ сундук. Нам повезло. Мы молодцы. Также мы можем глянуть здесь команды моих соклановцев. Многие очень используют, как я уже говорил, распространенный анкил. Вот, пожалуйста, номер 6. Видите? Хороший урон он набил. 82 миллиона. Вот также вариант этого анкила с мышкой. Ее также можно одевать до обхода. На сайте Deadwood Jedi я очень рекомендую калькулятор. Вы в него заходите, вбиваете скорости, которые есть у всей вашей команды. Это очень важно. И дальше вы можете поиграть скоростями, пощелкать чуточку вверх, чуточку вниз и увидеть, что у вас композиция рушится. Видите? 276 уже не работает. 277, 278 норм. Ловец. 253 уже не работает. Видите? Вся композиция слетает. 254 нормуль. Мучка 245. Видите? На одну скорость вы меняете и уже где-то в районе седьмого хода начинает все валиться из рук. И так далее. Что, друзья мои, я надеюсь, этот видосик вам зашел, был полезен. Ставим лайкосики, подписываемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.